На этих кадрах из одесского телеграм-канала жителям портового города удалось зафиксировать попадание, вероятно, российской крылатой ракеты в жилой дом. В канун Пасхи российские военные нанесли удары по Одессе из акватории Каспийского моря. По данным ВСУ, две крылатые ракеты и два беспилотника, которые корректировали их полет, украинским системам ПВО удалось уничтожить, но другие ракеты поразили военные объекты два жилых дома, унеся жизни, по предварительным данным, восьми человек, в числе которых трёхмесячный ребёнок. Ещё 18 человек ранены. Среди убитых трёхмесячный ребёночек, девочка. Чем она угрожала России? Похоже, что убивать детей – это просто новая национальная идея Российской Федерации. Мы установим всех, кто несёт ответственность за этот удар, кто несёт ответственность за российский ракетный террор. Каждого, кто отдаёт эти приказы. Каждого, кто исполняет эти приказы. Никому не удастся спрятаться. Сколько бы времени это у нас не заняло, но все эти подонки будут отвечать за каждую смерть, случившуюся по их вине. Российская Минобороны при этом утверждают, что был нанесён ракетный удар по военному аэродрому под Одессой. Сегодня днём высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В ответ Максим Галкин записал обращение к представителям российских властей. Российский артист жёстко критикует действия Кремля, военную агрессию и обстрелы мирных жителей. Вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трёхмесячный ребёнок. Как это всё бьётся? Вот как это объяснительно? Ну, начнём с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире. Вы, официальные лица, вы приезжаете, вы везёте благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты? Или это опять не мы? Ну, то есть, я уже слышал объяснение, что это оказывается потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда всё будет хорошо. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче — это не мы. Малайзийский Боинг — это не мы. Мариуполь сравнялись с землёй — это не мы. В Одессу летит ракета. Это мы, но не совсем мы. Всё не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память. Украинская телеведущая Катя Асачия назвала события в Одессе самой ужасной пасхальной ночью в жизни украинцев. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался? Прокомментировала гибель трёхмесячной девочки известная украинская телеведущая.